Приветствую, продолжаем инвестировать. Я, честно говоря, так редко бываю на этом канале, что вы, возможно, меня уже забыли. Если что, в соцсети, где я появляюсь чаще, есть по ссылкам внизу. Напомню, чем мы тут занимаемся. Инвестируем в акции на российском фондовом рынке, чтобы получать пассивный доход. Вот так выглядит моя таблица с портфелем на данный момент. Портфель небольшой, я пополняю его по чуть-чуть, понемногу, постепенно и вкладываю в дивиденды российские акции. Обратите внимание на то, как мой портфель, не то что, как он растет, а как увеличиваются ожидаемые ежемесячные дивиденды. Они сейчас составляют 4 тысячи рублей. Относительно моих расходов это немного, однако уже полтора процента практически я своих расходов покрываю дивидендами. Учитывая, что примерно, ну даже на самом деле меньше чем 10% от своих доходов я инвестирую в этот портфель, когда вот это значение дойдет до 10%, это значит, что по сути я в два раза быстрее продолжу двигаться к своей цели. А тут уже полтора процента, мне это безумно нравится. Что ж, на брокерском счету это выглядит следующим образом. 617 тысяч рублей, из которых 60 тысяч рублей свободные деньги. И сегодня будем мы инвестировать именно их. Причем, обратите внимание, что у меня в табличке автоматически считается, сколько мне нужно проинвестировать. То есть вот 23 тысячи рублей я должен вложить. Почему 23 тысячи, а не 60? Потому что я отслеживаю, насколько сильно упал российский фондовый рынок, если он сильно падает. Я все деньги должен вложить в акции. Если он наоборот же сильно растет, я должен больше, не то что большую часть, но какую-то часть держать в кэше, для того, чтобы не покупать все-таки на самых хаях акции, хотя мне, как потемную инвестору, без разницы по какой цене их покупаю. Тем не менее, выгоднее все равно на дистанции получается именно вот такая динамическая часть кэша в портфеле. Я занимаюсь инвестициям достаточно давно. Если вы недавно сюда подписались, может быть, на то не похоже, потому что портфель маленький. Но канал имеет большую историю, можете посмотреть и больше счета. Раньше было, конечно, поинтереснее, по динамичнее. Тем не менее, я вижу, что на 26% под максимум российский рынок упал. Я вижу ту инфляцию, которая в России происходит. Я вижу потенциал ее дальнейшего роста, инфляции. Я не вижу смысла держать долю кэша на счету сейчас. И поэтому я буду вкладывать мне 23 тысячи рублей, как табличка пишет. Я буду вкладывать все. А там уже, когда и если российский фондовый рынок пойдет на максимум в рублевом выражении, естественно, там будем думать, что делать. Может быть, буду собирать долю кэша и, не знаю, пару месяцев просто вложу деньги. Ничего с ним делать не буду. Просто пусть лежат на счету. Тем не менее, сегодня буду акции все-таки я покупать. Давайте я, наверное, как-то сдвину экран. Вот так, я думаю, будет лучше. Напишите в комментариях. Кстати, все помните меня. Не помните, интересно посмотреть, сколько будет просмотров на этом видео. Месяц не было роликов. Не считая последнего 4 месяца. Редко появляюсь, да. Тем не менее, тем не менее, давайте посмотрим, что мне больше всего принесло денег. Ну, то есть, ПНЛ нереализованный принесло. Больше всего Газпром нефть. 9600 рублей выросло. Мать и дитя выросло на 9100 рублей. Ну и остальное там по копеечке, по копеечке. В минусе рассеет центр при Волжье. Газпром в минусе. Новотек в минусе. Интеррау чуть-чуть в минусе, можно сказать, в нуле 800 рублей. И норильский никель тоже упал. Обращаю внимание на то, что вот эта зелененькая цифра, 40 тысяч рублей. Вау, круто, классно. Я такой инвестор крутой. Это на самом деле для меня не есть хорошо. Потому что это означает, что те акции, которые я купил, они выросли. И докупая их обратно в портфель, то есть увеличивая долю в этих компаниях, я их покупаю по более высокой цене, нежели это было в прошлый раз. То есть для долгосрочного пассивного инвестора дивидендного это невыгодно. Да, вроде как денег мне стало больше. Но если я возьму и продам свои акции, но, допустим, вы купили квартиру, сдаете ее в аренду, цена на недвижимость выросла, вы же не побежите продавать ее, потому что, ой, вот это я прибыль получил, а вдруг недвижимость упадет в цене. Нет, вы продолжите держать эту квартиру и получать пассивный доход в цене. С фондовым рынком должно быть идентично то же самое, но, тем не менее, зеленкая цифра есть и хорошо, пусть будет. Давайте будем приступать к покупке акций. Однако, еще забыл сказать про дивиденды. Но перед тем, как пойдем говорить про дивиденды, обращаю ваше внимание, что инвестирую я через брокер БКС. Это топ-1 брокер в России. Обратите внимание, комиссии вообще он не берет. 0% комиссия по триф инвестора за покупку ценных бумаг и 0 рублей в месяц вы платите за этот тариф. То есть, подключая аккаунт на БКС, вы вообще не платите комиссий за свои инвестиции. Если вы будете продавать акции, то есть фиксировать свою прибыль за продажу ценных бумаг, БКС уже берет комиссию какую-то копеечную. Но если вы являетесь активным трейдером и не просто пассивно инвестируете, а еще и фиксируете свои вложения, продаете активы, вам будет выгодно за 300 рублей в месяц подключить тариф трейдера. Там комиссия тоже практически нулевая будет, но это для тех, кто торгует и у кого оборот более чем 250 тысяч рублей в месяц. Вот, пассивный инвестор вообще ничего не платит. Я пользуюсь этим брокером. Вообще ничего не плачу, никакой даже копеечки. Регистрация, если что, по ссылке внизу за 5-10 минут вас зарегистрируют. И обращаю внимание, это рефералка. По ней за вами будет закреплен финансовый консультант Сергей. Он поможет и портфель собрать, и на любые другие вопросы ответит по переводу активов, в том числе с другого брокера. Короче, лучший вариант по ссылке внизу. Регистрируйтесь и инвестируйте вместе со мной. Так, а что касается дивидендов? Мне пришли дивиденды. Чуть-чуть, частично. Я, по-моему, это рассказывал уже в прошлом выпуске. Тем не менее, давайте еще раз на это внимание с акцентирую. Вот здесь я сделал отдельную штучку с дивидендами. Вот они. И, ну да, там что-то какие-то копейки, какие-то 7 тысяч рублей суммарно пришло. Ну, там еще с учетом налога, да, так-то 10 тысяч. У меня же ожидается дивиденды в год 50 тысяч рублей. Мне пришло вроде всего лишь 10. Но учитывайте, что те дивиденды, которые пришли, это на меньшую сумму, чем я вложил, допустим, в прошлом видео. Это на ту сумму, которую я постепенно, по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть наращивал. То есть там, конечно же, да, моя доходность раньше была меньше. На нее, собственно, дивиденды эти капнули. Более того, большая часть компаний еще не выплачивала дивиденды. Российский рынок фондовый так устроен, что компания раз в год, как правило, выплачивает. Но, тем не менее, уже приятно, уже какой-то пассивный доход идет. И я здесь сделал, вот она, столбик. Обратите внимание, доля дивидендной доходности в общей. То есть, если я сейчас продам все свои акции в своем портфеле, сколько от итоговой доходности будет доходность дивидендов? Ну и вот она тут по портфелю в целом считается 19%. То есть, вроде как я в 5 раз больше заработал от того, что акции выросли. Но на самом деле это только на первый взгляд и только на короткой дистанции. Да, повезло, акции выросли, они могли упасть. Тут вообще я бы получил убыток. Но на большой дистанции подняться, что дивиденды будут топ-1 по доходу. Это можно будет как раз и засечь. Давайте приступим к покупке акций. Не буду вас сильно томить. Поехали. Итак, поехали. Сбербанк, акции привилегированные. Покупаем в одном лоте 10 штук. Получается, берем, давайте, наверное, лотов 5. Это примерно на 15 тысяч рублей. Нажимаю кнопку купить. Покупаю я по рынку в один клик. Сразу же моментально заявка исполнена. Идем дальше. Покупаем на VATEC. Он как раз упал. Замечательно. Так, один лот, одна штука. Ну, тоже штук 5. Хотя можно побольше. Тысяч на 10 рублей можно его купить. Нажимаем покупку. Отлично, заявка исполнена. Покупаем Locoil. Тоже тысяч на 10 рублей. Сколько он стоит? 7 тысяч. Ну, чуть больше, хорошо, на 14. Нажимаем купить. Идем дальше. Берем Interraum. Сколько, значит, 100 штук в лоте? Давайте возьмем лотов 15. Даже побольше можно взять. Давайте 25-10 тысяч ровно. Отлично. Ну, и напоследок возьму Gazprom. У меня его всего лишь сколько-то на 37 тысяч рублей. Копейки. Берем 7 лотов. Это получается сколько? Тысяч 10 рублей 11 купить. И, собственно, все. Портфель пополнен и закуплен. Деньги еще не списали за Gazprom. Все списались. Отлично. Итак, мой портфель выглядит следующим образом. Табличку обновил. В ВКС это выглядит вот так. Можете на паузу поставить, пересмотреть. И я заметил сейчас, пока заполнял свою таблицу с новыми покупками, два важных момента, о которых я забыл сказать. Считаю, это сделать нужно. Вот здесь, где P&L 50 тысяч рублей у меня указан, это общий P&L вместе с теми дивидендами, которые я получил. То есть, по сути, я сейчас захожу в свой ВКС и вижу здесь 40 тысяч рублей. Да, здесь указано у меня 50 тысяч. Почему такая разница? Потому что здесь P&L общий с учетом дивидендов. Ну, а дивиденды составляют 20% от доходности. Это первый момент. Второй момент. Полтора процента покрытия расходов дивидендами, я не обратил на это внимания, но это за счет эффекта низкой базы по расходам. Я в... Когда же это я заполнял-то? Я в середине января заполнил ожидаемые расходы на отметке в 300 тысяч рублей, потому что у меня последние данные по расходам были такие, я достаточно мало потратил. Сейчас мои расходы вернулись примерно в норму, около полумиллиона рублей у меня был расход за... Что это? За декабрь? За январь я еще не посчитал. Ну, и с учетом моих нормальных расходов, да, чуть-чуть меньше сумма покрытия дивидендами, при том, что они выросли. Обратите внимание, дивиденды увеличились, то есть я теперь ожидаю примерно 4700 рублей в месяц. Это превосходно, это классно, суперкруто. Напишите в комментарии, какая средняя зарплата в России, потому что в России я не был достаточно давно, там, вроде говоря, 1050 рублей, да. То есть, ну, по сути, 10% от средней зарплаты с дивидендами я уже буду ожидать. Это классно. И при том, что я инвестирую, это сколько? Давайте посмотрим точно, когда я купил в рамках этой рубрики первую акцию. У меня здесь все указано 0.8.07, то есть я, по сути, инвестирую полгода, портфелю полгода. Я покрываю расходы в размере 1%, немного, но, как я сказал, до 10% здесь цифра доходит. Это x2 к темпам пополнений. Ну, потому что дивиденды я буду реинвестировать, очевидно. Ну, и пенель дивиденды никак не изменился с прошлого выпуска, поскольку здесь никаких изменений, новых дивидендов не поступало. Что ж, подписывайтесь на канал, следите за новыми выпусками, пишите вопросы в комментариях, что интересно узнать, посмотреть. Я почитаю, посмотрю. Может быть, что-то интересное новое вам расскажу. Появляюсь я чаще в других соцсетях. Ссылки внизу, Telegram, Instagram. Подписывайтесь туда. Ну, и у меня еще есть канал по трейдингу на крипте. Можете на ютубе ввести Артем Первушин Трейдинг. Там я тоже появляюсь чаще, потому что это моя работа. Я занимаюсь трейдингом на рынке крипты. Спасибо за просмотр. Удачи.